всем привет и как говорится не отходя от камеры я продолжаю снимать видео снимаю видео обзор на этот набор набор ангел с ягненком который разработан собран этот набор по дизайну буцилла был у буцилла вот такой набор но это было уже много лет назад по моему три или четыре года назад и уже оригинальный набор нигде купить невозможно даже за большие деньги и я попросила у девочек из клубка желаний вот их значок их сайт клубок желаний попросила их собрать для меня этот набор и девочки очень положительно отреагировали вот у наборчик моих руках кстати если вы захотите заинтересуетесь этим набором вы можете перейти по ссылке и также приобрести этот набор на сайте он уже готов итак набор для вышивания ангел с ягненком по дизайну буцилла размер картины будет 36 на 29 сантиметров здесь используется канва аида 14 каунта бежевый цвет с обработанными краями это очень большой большой плюс есть здесь цветная схема сейчас мы посмотрим органайзер с нитями и символами игла для вышивания и инструкция техника которая используется счетный крест полукрест обратный стежок французский узелок французские узелки номер стоит здесь набора нам и вот с обратной стороны выглядит наш наборчик вот так все очень очень красиво упаковано запечатан в такую тоненькую упаковочку красота красота думаю с чего начать давайте посмотрим схему и инструкцию и задничек здесь есть небольшое обращение к рукодельница небольшая инструкция как работать с набором все координаты как можно обращаться куда можно обращаться за подробной информацией также представлены еще некоторые их разработки но не их разработки наборы которые они комплектуют потому что я понимаю это вот дименшинс это золотое руно на обратной стороны мы здесь видим ключ так первая колонка это крест количество нитей цвета стоят проставлены цвета здесь не только дмс эти наборы комплектуются из трех палитр дмс тайвань и еще одна фирма ставлю вам название поэтому здесь номера я вижу они вот разные но присутствуют также здесь тоже крест здесь бленды полукрест отдельно вынесен французский узелок бэкстич очень хорошо обозначен цветными линиями и указано количество нити для бэкстича то есть не запутаешься вот такой хороший ключик дальше очень простая но понятная инструкция по вышивке крестиков полукрестиков французских узелков и бэкстича для новичков тоже будет понятно также есть представлена как вышивать выкладную нить и кординг тоже все очень понятно так ну и и давайте посмотрим схему хочу показать вам обложку глянцевая очень такая качественная хорошая обложка так и вот она схема ну надеюсь девочки не будут ругаться но я все равно покажу и немножко расскажу так как я схему нашла оригинальную буцила схема у буцила черно-белая и она мельче намного и очень много там используется три четвертых креста то что как бы очень много девочек особенно начинающих боятся спотыкаются и на этом на этом вся дружба с вышивкой заканчивается сразу мне здесь девочки отписали что они чистят и убирают три четвертых креста для меня это является плюсом я не могу сказать что я фанат и мне прям вот надо все идеально идеально как у производителя мне знаете нравится простота и если здесь где-то в соломе и в крыльях будут много три четвертых креста для меня это как бы но мне это не нужно я понимаю там можно оставить на глазах и на губках для красоты все остальное не нужно здесь схема очень хорошая она крупная цвета символьная как по типу у dimensions очень хорошо читаемая я это говорю же с сравнивая со схемой от оригинальную буциллы потому что я скачала оригинальную тоже на хорошее но там все все черное и все узнаете умереть не стать а здесь все четко вот посмотрите какой здесь бэк и он я уверена упрощенный в оригинале то ну просто просто ужас я если встречаюсь сложным бэкстич чем как у мая я вышиваю все на глаз я упрощаю я не буду убиваться и тратить пол жизни на отшив маленьких таких деталей которые даже вы сами потом не рассмотрите не увидите самое главное чтобы в целом картина смотрелась качественно хорошо потому что мы картины смотрим на расстоянии это нужно помнить и не заморачивайтесь девочки по поводу там совсем мелкого бэкстича очень хорошая схема я прям в восторге молодцы девчонки единственное что слабо нанесена сетка по по линиям можно было сделать ее почетче но я ручка прочерчу мне в принципе это не критично но сама схема очень четко очень понятно даже без сетки можно вышивать но я люблю сеткой класс 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 девочки спасибо бумага тоже очень хорошая печать хорошая я довольна этим приобретением там давайте теперь посмотрим самое интересное тоже ниточки и канва канва здесь она вот такого цвета кофе с молоком я люблю кофе с молоком и она значит такая вкусная класс вкусно вкусно мне кажется моя камера немножко засвечивает но иногда при записи кажется что засвечивает а при загрузке цвета восстанавливаются не хочется надеяться что цвета восстановим восстановится вот такой отрез канвы и здесь примерно 45 на 45 сантиметров если я не ошибаюсь далеко сейчас находится сантиметровая лента не хочется за ней бежать но я потом тоже еще раз дополнительно померяю по моему отрезка вы 45 на 45 вот так обработаны края если видно такой или заметной ниточкой зигзагом обработан краешек вот так и это большой плюс я люблю чтобы набор был максимально подготовлен чтобы вот открыл и сразу начал вышивать если бы здесь было еще канва с нанесенной разметкой вообще для меня это было бы самая лучшая организация но и понимаю что не всем нравится разметка поэтому производители этого не делают вот чем чем максимальный чем лучше проработана проработан набор тем нам конечно же лучше вот от схемы я вообще в полном восторге я не ожидала что будет вот так все хорошо посмотрите даже бэкстич все линии очень четкие разными цветами ну не запутаешься да молодцы такая вот иголочка здесь у нас золотым ушком простенькая и нитки 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 ждала этого момента взять в руки эти нитки у они такие вкусные прям взял бы съел знаете вот это кофе с молоком а это тортик шоколадный почему-то у меня такие сейчас ассоциации да вот видите шоколадная основа здесь крем сверху так надо пойти съесть что-нибудь так посмотрите как очень классно сделаны планшетки значит здесь у нас ламинированные планшетки они скреплены вот таким колечком с двух сторон чтобы они не терялись подписано что мы вышиваем чтобы не запутаться на каждый значок вот так идет указание сложений крест или полукрест номер и количество пасов вообще супер девочки киева молодцы вот посмотрите значки вот еще одна планшетка здесь вот отдельным цветом указано полукрест вот смотрите тоже как интересно этого цвета много такие две большие пасмы и указано что есть полукрест в одну нитку полукрест две нитки и возьмите крест в две нитки полукрест в две нитки видите это так понимаю для бэкстича это наверное потому что нет значков это для бленда видите сюда можно вешать бленд как все продумано класс просто 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 вот это вот супер для бленда все все готово вот такой обзор на набор я очень довольна этим приобретением буду сейчас приступать к вышивке и вам покажу мою первую подготовку первой крестики еще раз хочу поблагодарить девочек за быстрый отзыв и за сотрудничество потому что знаете но я говорила не все легко идут на контакт из-за того что живу в греции есть какие-то проблемы по отправке а здесь девочки пошли на уступку не все все это нравится я очень благодарна и теперь у меня есть вот этот прекрасный заветный набор и я приступаю к его отшиву поэтому оставайтесь будет продолжение и так девочки подготовка у меня в полном разгаре я у себя нашла вот такую вот очень красивую и большую коробку эту коробку мне давили с конфетами она была полная шоколадных конфет это было в прошлом году на рождество и постепенно всю эту коробку конфет я съела после чего я поправилась на целый килограмм отказаться от них я была просто не в силах были очень-очень вкусные конфеты и это такая коробочка очень классно сделано она с плотного картона очень такого жесткого и в тканевой обтяжки до пути по картонаж поэтому я сразу же ее за приметила и сохранила в планах использовать под мои рукоделия вот так вот я вырезала картиночку чтобы видеть что у меня здесь находится вот этот ангелочек милый нитки я сложила вот так они поместились как раз все планшетки внизу там ключ нужно будет сделать еще какую-то парковушку пока еще я не придумала ну просто хотел показать этап с нитками и вот так это все закрывается очень вообще классно то красиво стильно по цвету подходит мне нравится моя канва вот я уже с ней работаю я решила ее разметить полностью потому что вышиваю я сейчас очень часто меняю процессы и чтобы не сбиваться на разметка будет мне помогать решила использовать вот такой вот карандаш прим то меловой карандаш синенький обычный он хорошо смывается по крайней мере так говорят девочки вот я разметила на 1 4 канвы буду начинать с правого нижнего угла обычно начинаю с правого левого извините с левого нижнего но в этот раз буду начинать с правого нижнего угла оформлять это все буду на кюснапы и конечно же вам покажу мои первые первые крестики вот мои первые крестики и готовы здесь совсем совсем немножко но мне хотелось поскорее завершить это видео и уже начать его монтировать чтобы вам выложить показать конечно я продолжу вышивку но продолжение вы увидите в новом видео вот здесь вы видите у меня кусочек схемы это крайний листик с правой стороны и я прочертила с нанесла сетку ручка чтобы мне было видно и обнаружила самые нижние строчки еще два две строки крестика которые я вначале не учла поэтому я внизу дочертила еще такую маленькую линию очень часто я спотыкаюсь на вот таких добавочных рядках потому что не про не смотрю внимательно на схему растертила 10 на 10 и начинаю вышивать а потом уже когда обнаруживаю что были добавлены и строчки приходится потом перечерчивать всю сетку так как идет смещение вот ну в данном случае как бы все вот так вот удачно получилось старт есть закрепляю пока ниточку на лице вывожу потом буду закреплять уже на изнанке когда будет отшита больше крестиков вот ну а так как зацепиться пока было ни за что я вот таким образом ее закрепила ну и буду продолжать очень не здесь легкая схема в начале не знаю что будет дальше но пока мне все нравится никаких копий я не делала я взяла оригинальную схему так как эта схема моя вот нет никаких проблем я взяла ее и прям с ней и работаю как видите у меня моя кадва натянута на такие небольшие кюснапы по моему это 20 на 20 сантиметров очень удобно облокачиваю на край стола и вышиваю вот мой первый отчет завершён мы с вами увидимся в новых видео я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч пока пока